Вы знаете, что Пригожина отодвинули, ему запретили, чтобы он набирал зэков, ну и теперь, так сказать, а перед этим ему сказали, пожалуйста, и он практически сжег всех своих зэков и такую, знаете, боевую часть своего ЧВК, ну и теперь он, так сказать, кукует в стороне. Но не просто. Он очень аккуратно, не называя Путина, а, так сказать, имея в виду что-то вокруг него, говорит о том, что пресловутый Бахмут никак не могут взять и не возьмут. И он несколько раз выступал. Вот свежее. Продвижение идет не так быстро, как хотелось бы. Почему продвижение быстро не идет? Я думаю, что до Нового года уже взяли бы Бахмут, если бы не чудовищная наша военная бюрократия, скажем так, и не палки в колеса, которые суются ежедневно. Сегодня у нас есть определенное количество структурных изменений. Ну, вы все слышали о том, что прекращен прием заключенных в наши ряды, которые до этого выполняли героические задачи и сейчас продолжают выполнять те, кто с нами остался, те, кто еще не получил помилования. Далее, через какое-то время они будут получать его помилование, уходить от нас. Безусловно, в какой-то момент времени количество подразделений уменьшится. Объем задач, соответствующим образом, мы тоже не сможем выполнять тот, который хотелось бы. Поэтому сегодня, пока мы берем Бахмут, конечно же, должны быть успехи на всех остальных участках фронта. Мы должны двигаться на Углядае, на Марьинке, на Авдеевке, на Сватово-Кременной и так далее. Бюрократия, к сожалению, не позволяет через наши боевые порядки, пока, к сожалению, активности не проявляют другие подразделения, которые должны этим заниматься. Если сегодня было бы 3-5 ЧВК «Вагнер» на разных направлениях, я думаю, что мы бы уже в Днепре носки полоскали, я думаю, поняли, о чем идет разговор. Во-первых, конечно, Пригожин мастер, видите, так сказать, говорит всякие обидные вещи, но говорит их очень аккуратно, но всячески показывает. Ну, хорошо, помните, как «Живите без меня». Вот такая вот история. Поэтому еще раз я хочу сказать, Валера, я думаю, что ты со мной согласишься, что это только на пользу. Это только на пользу. Вот эта аппаратная игра, вот это вот все, это совершенно замечательная история, потому что эти хоть, ну, можно смело сказать, воевать умели и отчаянными были, ну, хотя бы для того, чтобы вот они им там снимут с них срок и так далее. А сейчас все это ввели вот так, вот регулярная армия, ну, вот что могут, то могут. Поэтому он может обиженно стоять в углу. Я думаю, так. Как там? Какой сутильник разума у вас, какое сердце биться перестало? Да. Чуть-чуть, если можно, подними, пожалуйста, себя по кадру. Чуть-чуть, чтобы ты как-то сравнялся. О, боже, как замечательно. Ну, хотя бы так. Да. Ага, хотя бы. Хотя бы, да. Да-да. Как там? Плохому танцору тоже что-то всегда мешает. Тут я не знаю, насколько он нарвался от такого рода цитат. Ну, про носки в Днепре это аллюзия, очевидно, про сапоги в Индийском океане. Но тот, который об этом писал, это был Федор Тючев. И тот, которому он советовал, Николай I, плохо кончили. Особенно Николай I, который сначала думал, что он возьмет Константинополь и будет диктовать условия, как и, кстати, сегодняшний их там фюрер. Окончил тем, что принял яду из рук немецкого лекаря. И Россия подписала Парижский договор, граф Орлов и практически лишила всего Черноморского флота в результате такого рода, ну, скажем так, непомерных амбиций и полного отсутствия потенций. Что касается Пригожина. Ну, очевидно, знаете, с ним сыграло злую шутку две вещи. Во-первых, абсолютно уверенность россиян, что они всегда выигрывали. Абсолютно уверенность, что они всегда выигрывали вот и щасом, и умением. Вот эти, помните, штрафные батальоны, загранотряды. Фраза маршала Катафалка Жукова, которую он сказал Эзенхауру, который тот спросил, каким образом вы преодолели эшелонированную оборону, он сказал, ну, танками, он сказал, я впереди пустил пехоту. Он не сказал, что он пустил пехоту из штрафбаты. То есть, фактически, когда Пригожин хотел конвертировать, недовольство отсутствием успеха в российской армии. Но вот это ура-патриотизм и стремление очень многих россиян как можно больше убивать украинцев, помните, уничтожать центры принятия решений, многие там эти все митинги с ракетами Сармат. Но всю эту паранойю, то он пытался конвертировать это в свою поддержку. Набрал зэков, источил их сначала в Солидаре, а потом и с Бахмутом. Ну, а то, что у победы много отцов, поражения всегда сирота, ну, когда он их сочил, его оппоненты, которых он ругал, либо непосредственно сам, либо через своих прокси-блогеров, то на самом деле он получил от них такую ответку. И наши с вами прогнозы. Помните, Матвей, мы когда говорили о том, что фактически империя может развиваться, когда те люди, которые себя друг друга ненавидят, но могут разделить, скажем так, на оккупированных территориях грабья, дома и имущества, могут разделить как бы секторы своего управления, но потом они начинают друг друга ненавидеть, а потом уже исцелять, сегодня сбывается. Ну, какие общие интересы между казицинскими казачками и кадыровцами, между бурятами и тувинцами? Сейчас мы видим, что эти прогнозы, они уже осуществляются. Уже тувинцев Шойгу отводят от передовой, кадыровцы попадают, уже получается, в золу обстрелов, кадыров уже начинает тоже искать крайних, ну, так гибнут империи, так гибнет Орда.